Наклонился над баранкой, смог шофер, уснул шофер. 15-летняя Виктория Кухта в постановке играет солдата-добровольца, но наизусть знает не только свои слова, всего Василия Теркина. Поставить спектакль по повести Александра Твардовского в детском театре «Цедыши» мечтали. Вот только денег на костюмы и реквизит не было. Поучаствовали в конкурсе муниципальных грантов, победили. На 274 тысячи рублей пошили костюмы, купили обувь, амуницию. В ноябре на фестивале «Радость планеты» в Москве артисты взяли заслуженные два диплома первой степени. Признались, было нелегко. Здесь словно люди все свои, никто на тебя не смотрит, никто не будет тебя как-то по баллам снимать их или наоборот начислять. Там прям такая напряженная атмосфера, что вот это конкурс, надо как можно больше баллов заработать. Амурский зритель посмотрел Василия Теркина 13 раз. Еще раз спектакль покажут 25 января в «Цедыши». И на него стоит идти, хотя бы потому что он… О жизни. Понимаете, о том, что надо жить, смотреть вперед в будущее и верить в него. Потому что Вася Теркин, он весь на этом, он всегда про жизнь говорил. У Твардовского такие слова есть. Теркин жив и весел, черт. Мы даже так свой отчет по гранту написали. Елена Колесникова с детства мечтала не о сцене, а о подиуме. Но стать моделью получилось только сейчас, когда подросли четверо детей. Жираф пришла год назад и попала в эпицентр событий. Студия как раз создавала коллекцию городского костюма конца 19-го, начала 20-го века. Это настолько увлекло Елену, что она попробовала себя в создании головных уборов. На аксессуары, ткани, пошив платьев потратили 120 тысяч рублей муниципального гранта. Его выиграли аккурат перед днем города. По гранту мы написали заявку на 12 единиц. Но после этого мы показали эти костюмы нашим партнерам в Китае. Они оказались чрезвычайно интересны. И нам предложили поучаствовать в неделе моды. Для того, чтобы поучаствовать в неделе моды, нам нужно было предоставить 40 луков. Мы их все дошили, только сделали это уже на детскую коллекцию. Хэйхэ, Долянь, Пекин, Москва. Гастролировать уникальная коллекция продолжит и дальше. В этом и есть смысл. Муниципальный грант получает не одноразовый проект, а тот, что способен жить и развиваться. За 8 лет муниципального гранта в сфере культуры и искусства поддержано 143 проекта. В том году это было 10 проектов. И непосредственно в 2019 году претендовали на поддержку 28 проектов. Общая сумма за все годы муниципальных средств, которые было выделено, почти 20 миллионов рублей. В этом году Управление культуры ждет проектов на темы Великой Победы, Уникальности Амурской столицы и Дружбы народов. Готовы дать на их реализацию 3,5 миллиона рублей. Заявку на конкурс нужно подать до 31 января. Кристина Каширина, Анастасия Слесарева, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Продолжение следует...